Музыка 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 Видеокурс Стриттай Неуязвимый уличник. Узнай как оставаться нетронутым в уличной траке убойную комбинацию а так же как работать лоукиком на улице ссылка в описании под видео Привет бойцы! С вами я Варченко Виталий проект мой это ICK и сегодня я тебе хочу показать нашу очередную тренировочку в которой мы будем акцентироваться на защиту, на ударах и на соответственно развитие скорости удара, точности удара и уже скажем так, более-менее подготовки к парной работе, немножко поспарингуемся по заданию Это первый раунд, ты видишь, задача очень простая с гантельками, 1-2 килограмма не больше все время перемещаться то есть твоя задача целый раунд удержать ручки возле подбородка и постоянно перемещаться на носочках двигаться вперед-назад, закручиваться уклончики, делать нырочки Второй раунд мы усложняем немножко задачу вернее начинаем работать руками Задача в общем остается та же самая целый раунд продержать руки возле подбородка делая так же самое перемещение, уклоны, нырочки, защиты, блоки но при этом добавляем работу руками то есть серийную работу по 3-4 удара Следующий раунд оставляем тот же принцип руки возле подбородка с гантельками загружаем плечи по полной и работаем ногами здесь очень важно понять момент что после своих ударов ногами нужно сразу возвращать ручки к подбородку то есть ты делаешь серийную работу 1, 2, 3 удара и сразу возвращаешься в свою стоечку с руками возле головы то есть ручки можно держать возле подбородка имитировать глухую защиту поднимать ручки повыше Следующий раунд уже работа идет произвольная Принцип защиты оставляем тот же но теперь работаем и руки и ноги, и колени, и локти в общем все вместе полностью имитируем при боя с тенью ты должен в голове полностью имитировать бой там скажем представить перед собой противника который двигается, бьет, наносит удары от которых ты защищаешься бьешь и соответственно проводишь комбинации теперь мы гантельки положили немножко нужно разбросать плечи разбросать ножки, подвигаться и сейчас ребята работают пятнашки такое упражнение с пятнашки одновременно руками и ногами то есть работа на голову, на макушку и на живот задача друг другу достать ладошками до макушки до живота и ногами наступить друг другу на ноги то есть эта работа развивает сразу ты учишься работать руками и ногами и учишься понимать, что может быть атака руками и ногами и уже переходим к парной работе первый раунд такой довольно у нас будет простенький спокойной по очереди работа по одному удару рукой только рука то есть ребята по очереди друг другу набрасывают по одному удару рукой задача остается такая же как мы работали с гантельками постоянно держать руки возле головы сейчас у ребят нету задачи убегать разрывать дистанцию это делать можно можно делать уклоны можно делать небольшие оттяжки но суть самой работы остается в том чтобы держать руки возле головы то есть одной рукой бьешь 2 остается возле головы и сразу возвращается бьющая рука тоже к голове то есть ты приучаешь себя держать все время защиту все время держать руки возле головы это даст тебе огромное преимущество так как ты относительно исключаешь вероятность неожиданного удара так как у тебя ручки все время возле головы и даже если ты не реагируешь на какой-то удар ты принимаешь его на перчатку они в нос или в городу следующий раунд принцип такой же но теперь работа идет ногами по очереди работа по одному удару ногой спокойненько не спеша не вкладываясь просто идет наброс какая-то техническая работа скажем так учиться тот кто бьет учиться высматривать открытые места противника да незащищенные места учатся бить нужные удары с разных дистанций а второй номер соответственно также защищаться это все когда работает связочки ты учишься бить и защищаться сразу после своего удара и соответственно после защиты сразу бить свой удар то есть атаковать после своей защиты это очень такая полезная хорошая наработка и при этом все время стараться держать опять таки руки возле головы приучать себя к этому до сегодня плечи загружаются по полному так как держать руки довольно сложно но это нужно это хорошо приучает потом уже к вольной работе вот сейчас мы опять переходим на работу руками и сейчас работаем по два удара руками по очереди работа идет но по два удара руками ребята немножко добавили силы уже такой работе всегда есть момент такой дурной рубки что называется один чуть чуть сильнее дал второй немножко сильнее ответил и все и пошла работа уже силовая но ты все равно должен держать как бы себя в руках и оба должны быть адекватные напарники и немножко придерживаться силы свои придерживать для этого есть парная работа и спарринги а сейчас задача опять-таки нанеся два удара сразу вернуть ручки подбородочку немножко шатать корпус качать корпус делать уклончики какие-то оттяжки и все остальное вот в этой манере можно уже хорошо работать тут такая работа тоже идет и на голову и на корпус стараться работать это тоже очень важно так как и голова и корпус это два таких местах которые нужно бить постоянно то есть иногда даже удары по корпусу бывают намного ощутимее чем удары в голову поэтому корпусом нельзя пренебрегать это делают особенно новички они боятся бить корпус так как думаешь что это далеко где-то надо тянуться я пропущу в голову пущу руки на самом деле когда ты работаешь это с уклона или снырочка или на встречу где-то работаешь корпус это все намного намного эффективнее чем просто пробивать глухую защиту по голове и следующий раунд у нас начинается это уже работа в таком же режиме ногами сейчас ребята работают просто по два удара ногами по очереди здесь уже есть возможность комбинировать есть возможность сделать сдвоенные удары одной ногой то есть под шага например там правый лоу кик правый хай кик и при этом так же само учатся защищаться то есть перчатки держать возле головы перекрывать себя от хай кика и сразу реагировать блоком то есть подъемом колена выставлением колена на все круговые удары напарника то же самое можно делать прихваты то есть захват ноги фронт кика и удара и все все вы в этой же манере оставаться работать здесь конечно такая довольно может быть травмоопасная работа так как противник знает что ты будешь бить ногой и поэтому уже со своей стороны он сразу выставляет колено и если ребята начинают вкладываться то травмируют сами себя грубо говоря поэтому тут работа ни в коем случае не должна быть такой силовой жесткой просто стараться аккуратно спокойно вычислять открытые места напарника да он хоть и стоит в полностью перекрытой защите но вот в этом то и суть чтобы найти ключик этой защите там где-то бросить обманный удар какой-то показать правую ударить левой и сейчас у нас работа уже пошла в произвольной манере сейчас произвольно работаем только ручками это уже можно назвать спаррингами только руками до боксерский спарринг то есть обоюдно произвольно все что нарабатывали возвращать ручки к голове вот сейчас в вольной работе в спарринге как раз и можно посмотреть руками насколько защита глухая да она помогает не пропускать удары как только ты после своих ударов опускаешь ручки сразу может прилететь навстречу удар поэтому вот в такой работе как раз все недостатки свои и ребята находят да когда ты раз два три в нос получил ты понимаешь что руки надо держать возле головы но с другой стороны ребятам уже конечно и тяжело так как уже был не один раунд с поднятыми руками и плечи довольно серьезно таки подгрузились и ручки держать возле головы уже тяжело но это и закаляет скажем так и дает ощущение реального боя сейчас такая же работа идет ногами то есть произвольная работа ногами сейчас можно уже немножко добавить силы немножко так сказать попроваливать напарника то есть быстрее поотвечать защиты быстрее побить сдвоенные удары с одной ногой там фронт кик лоу кик или как-то разнообразно поработать колени подобавлять там спосе мидл кика колено добавить на короткой дистанции и все остальное здесь уже у тебя есть более широкий спектр действий и уже можно точно так же посмотреть на сколько ты уже научился защищаться от ударов ногами как это принципе в такой тренировочной работе главное это понимать что ты делаешь то понимать что ты можешь защититься под чего ты не можешь защититься чтобы ты для себя делает какие-то в установке как бы там или работать с контратаки или там защищаться от всех ударов ногами постараться не пропустить ни одного удара. В этом раунде ребята работают произвольно левая рука, правая нога. Такая работа крестом немножко. Левая рука, правая нога. То есть работа по заданию, ты уже знаешь, что работа будет только левой рукой. Знаешь, что тебя будут бить только правой ногой. Поэтому защитные действия соответственно у тебя идут от левой руки. То есть ты уже затачиваешься там на уклончик в правой или сбивку правой рукой. И соответственно блок левой ногой у тебя Соответственно в сторону все время должен быть выставлен Как бы это спарринг, но более упрощенный Для того, чтобы подготовить себя и адаптировать к более сложной работе Следующий раунд пошел у нас Правая рука, левая нога И опять-таки вы видите, как ребята работают Кто ручки возвращает Даже там, когда летит нога в голову Или четко прямой проходит Через перчатки все равно этот удар держится Парень пропустил два удара ногой в голову Но это никак его не потрясло Так как ручки были на месте, возле подбородка И глухую защиту, когда начинает лететь нога Он их ставит немножко выше Перчатки ставятся на лоб, вплотную И все четко, спокойно принимается Конечно, относительно эти удары все ощутимые Но они не нокаутируют Если у тебя будут ручки возле головы И тут опять-таки идет работа комбинационная Здесь уже работа с дальней руки, она более сложная Но надо учиться подключать переднюю ногу и дальнюю руку И сейчас пошла работа у нас уже произвольная Две руки, две ноги Можно сказать, что это уже такой вольный бой Спарринг, да Немножко клинча уже можно добавлять Ну, в основном у ребят задача была сейчас Поработать руки-ноги То есть в больше ударной манере Поменьше клинчевать Ну, все равно клинч, конечно, случается Но с него быстро нужно расходиться А так уже все-все, что нарабатывали К этой работе, да, мы подходили долго Мы подходили к ней на 5-6 раундов А потом уже пошли спарринги То есть это 5-6 раундов было такой подготовительной работы Сначала ручки, потом ножки по одному удару По два, потом произвольно Руки, потом ноги, потом крестом поработали И вот это как заключительный этап, да Как пик того, что ты должен делать Это произвольная работа Просто спарринг Руки-ноги Сейчас надо соображать по всем уровням Надо защищаться от всего, что может только прилететь Поэтому это К ней надо подходить аккуратненько И новичкам даже там Первые два месяца лучше к такой работе не приступать А работать просто по заданиям И последний раунд мы просто забиваемся на мешочках Добиваемся, скажем так Темповая, постоянная, силовая работа Уже без сил полностью, ребята Все на парных работах, на спаррингах Повыдыхались, плечи забиты И вот в этом состоянии нужно доработать еще раунд на мешочках Подписывайся на канал Ставь лайк Забирай видеокурсы В конце и под видео Настойчивости в тренировках Субтитры сделал DimaTorzok